Здравствуйте, с вами Дара. Продолжаю ознакомить дальше вас с книгой 1500 рецептов народной медицины. Книга издана в 2003 году, город Москва, издательство Stalker. Ее авторы семья фитотерапевтов Лавриновы. И сегодня хочу вас ознакомить с лечением хронического субатрофического и атрофического насморка. Хронический субатрофический и атрофический насморк характеризуются атрофией слизистой оболочки полости носа. Секрет носа становится вязким, с трудом отделяется, засыхает в корке, при удалении которых появляется кровь. Заболевание чаще встречается у женщин. Характеризуется длительным прогрессирующим течением и отличается довольно четкой стадийностью. Наиболее частым является вовлечение в процесс слизистой оболочки носоглотки и глотки. Развитию атрофических ринитов способствует длительное воздействие некоторых промышленных пылей и газов, что установлено исследованиями. Исходя из того, что для лечения хронического суб- и атрофических ринитов и ринофаренгита требуется применение лекарственных растений, содержащих витамины, а также активные дезинфицирующие вещества и предлагаем вам следующие прописи. Первая пропись. Настой листьев ореха грецкого, настой травы тысячелистника, настой листьев подорожника по 10 грамм на 200 мл воды, по 6-8 капель в полость носа 2-3 раза в сутки. Вторая пропись. Настой листьев эвкалипта, настой цветков коровяка по 20 грамм на 200 мл воды, настой листьев крапивы 10 грамм на 200 мл воды, по 5-6 капель в полость носа 2-3 раза в сутки. Третья пропись. Настой цветков календулы, настой корневища герани луговой, настой листьев подорожника большого по 10 грамм на 200 мл воды, вводить в полость носа на тампонах 2 раза в сутки. Четвертая пропись. Настой цветков льна, настой травы и цветков тимьяна обыкновенного, по 15 грамм на 200 мл воды, отвар корня алтея 10 грамм на 200 мл, вводить в полость носа на тампонах 2-3 раза в сутки. Следующая пропись. Настой цветков календулы, настой корневища лобчатки серебристой, по 10 грамм на 200 мл воды, настой корневища герани луговой, 15 грамм на 200 мл воды, по 5-6 капель в полость носа 2-3 раза в сутки. Следующая пропись. Настой цветков василька синего, 15 грамм на 200 мл, настой цветков липы, 12 грамм на 200 мл, настой травы и цветков будры плющевидной, 8 грамм на 200 мл, по 6-8 капель в полость носа 2-3 раза в сутки. Следующая пропись. Настой цветков багульника, 6 грамм на 200 мл воды, настой листьев мяты перечной, 12 грамм на 200 мл воды, настой цветков коровяка, 15 грамм на 200 мл, по 2-3 капли в полость носа 2-3 раза в сутки. Рекомендуем также масло эвкалипта или шиповника, вводить на ватных тампонах в нос 2 раза в сутки в течение 10-12 суток. Следующая пропись. Настой листьев подорожника большого, 10 грамм на 200 мл, настой вводить в полость носа на тампонах 2 раза в сутки. Следующая пропись. Настой цветков льна посевного, 15 грамм на 200 мл, настой травы и цветков тимьяна обыкновенного, 15 грамм на 200 мл, отвар корня алтея лекарственного, 10 грамм на 200 мл. Настой и отвар смешать. Вводить в полость носа на тампонах 2-3 раза в сутки. Следующая пропись. Цветки василька синего, цветки липы мелколистной, цветки и травы будры плющевидные по 15 грамм. 20 грамм сбора, залить 200 мл кипятка, настаивать 1 час, процедить, применять по 100-150 мл на 1 ингаляцию. После ингаляции, настоев лекарственных растений, целесообразно назначение масляных ингаляций, розовое, персиковое, облепиховое масло и другое, по 5 мл на 1 процедуру. Для лечения хронического суб- и атрофического ринита, ринофарингита, целесообразно применение лекарственных растений, содержащих витамины, а также дезинфицирующие вещества. Предлагаем также следующие прописи. Первое. Караталин 10 мл, персиковое масло 10, масло эвкалипта 10 капель. Смесь вводить в полость носа на тампонах 2-3 раза в сутки. Караталин. Следующая пропись. Караталин 1 мл, розовое масло 1 мл, ланолин 2 мл, вазелин 8 мл. Смесь вводить в полость носа на тампонах 2-3 раза в сутки. Следующая пропись. Эвкалипт шаровидный 2 г, мята перечная 2 г, ромашка аптечная 5 г, шалфей лекарственный 5 г. 15 г сбора залить 200 мл холодной воды. Кипятить 5 минут, настаивать 1 час. Перед употреблением добавлять 1-2 капли пихтового масла. Применять по 200 мл в виде горячего чая перед сном. Полость носа, являясь начальным отделом дыхательного аппарата, первой соприкасается с вдыхаемым воздухом, часто содержащим те или иные аллергены. Аллергенами могут являться не только высокомолекулярные белки, но и химические вещества, нередко образующиеся в процессе производства или применяемые в быту. Большую роль в этиологии аллергического вазомоторного ринита играет также сенсибилизация организма аллергенами бактериальной природы. Антиаллергическими свойствами обладает хамазулен, составная часть ряда эфирных масел, образующихся в растениях. Хамазулен оказывает противовоспалительное и местно-анестезирующее действие, усиливает процесс регенерации. Он содержится в ромашке, тысячелестнике и обыкновенном, багульнике. Приводим прописи настоев, которые можно применять для эндоназальных ингаляций. 10-12 процедур на курс. Длительность одной ингаляции 5 минут. Первое. Настой цветков ромашки. 5 на 200 мл. Настой травы тысячелистника. 15 на 200 мл. Настой цветков багульника. 14 на 200 мл. Настой цветков календулы. 10 на 200 мл. Больным с аллергической риносинусопатией показаны также следующие лекарства растительного происхождения с седативным действием. Настойка корней цветков пиона ускалистного по 15-60 капель 2 раза в день или настой пустырника и шишек хмеля, приготовленный из расчета, 20 г на 200 мл. По 20-25 капель 2-3 раза в сутки. При атрофических ринитах также эффективна мазь из листьев грецкого ореха. Слизистая оболочка полости носа 2-3 раза в день обрабатывается мазью. Порошок из листьев грецкого ореха 50 г. ланолин 25 г, ланолин 25 г, вазелин 25 г. После чего в полость носа вводятся тампоны с ретинолом или эвкалиптовым маслом. Определенное значение для восстановления регенераторных процессов в эпителии имеет состояние функции печени, что должно учитываться при составлении сборов лекарственных растений, используемых для ингаляции. Курс лечения для таких больных составляет 12-16 дней. Его необходимо повторять 3-4 раза в год. Лекарственные травы, растения и корни Вы можете найти в нашем интернет-магазине. Ссылку смотрите в описании. Будьте здоровы!